Привет, друзья! Это канал Сергей и Леся. Сегодня мы поговорим об очень важном изменении для иностранцев в Польше, а именно об отмене визовых коридоров. Поехали! Главная новость в этом году для людей, которые живут и работают в Польше, это, конечно же, приглашения, ошибчения, которые будут делаться на 24 месяца, и они автоматически отменяют коридоры. Кто уже живет здесь в Польше, наверное, многие люди попадали в такую ситуацию, когда их увольняли с работы, оказывается, что они не могут официально работать почему-то, и многие не понимали, почему начинали разбираться в этих коридорах. Это было все очень сложно. Также, когда вы делали визу на полгода, если вы приезжали в Украину, полгода отработали, полгода нужно было ждать коридор, потом опять делать визу на полгода, и так постоянно. Теперь же, слава всем хорошим людям, которые это придумали, коридоры отменяются. Приглашения, ошибчения будут делать до 24 месяцев. Почему я говорю до? Потому что 24 месяца, это когда у вас нет использованных дней по ошибчению. Но если вы, например, работали здесь 3 месяца, 6 месяцев, 4, то понятно, что вам дадут его немного меньше. И у каждого это будет какой-то определенный свой строк. Но, так или иначе, он будет немаленький. В связи с тем, что будут выдавать приглашения на такой длительный срок, виза будет выдаваться не на полгода, как раньше, а на год. И по одному приглашению вы сможете открывать 2 визы. То есть, раз на год, и потом поехать, и еще раз открыть визу годовую. Возможно, но это не точно. В связи с этим уменьшится количество людей, которые захотят податься на карту часового побыту. И это, опять-таки, возможно разгрузить немного ужонты. И этих дел будет не так много, потому что у людей уже не будет надобности. Им не нужно будет ждать коридора, виза годовая. Все прекрасно. Зачем подаваться на карту часового побыту, если ты не собираешься, например, здесь жить. И есть такая вероятность, что этих дел будет меньше, и ужонты с ними будут справляться быстрее. Изменения. В законе об иностранцах опубликовали в Дженнику устав 14 января. Через 2 недели они вступают в силу. То есть, до 28 января. Мы думали, ну вообще, нам говорили, так и мы думали, что, скорее всего, пока перестроится вся система, пока поймут, как это все делать, то нам прогнозировали, что эти приглашения, ошибечения начнут выдавать не раньше апреля-мая. Но сейчас с ужон до працы пришла информация, что с 29 января они начнут выдавать такие ошибечения. Еще нету точной информации, сколько это будет стоить, потому что за каждое ошибечение работодатель платит в ужонт 30 злотых. Понятно, что, скорее всего, это будет стоить дороже, потому что, если возьмем воевудское приглашение, по которому вы можете открыть на год визу, да, так было раньше, то за него ужонт нужно было заплатить 100 злотых. Сколько будут стоить эти приглашения, ошибечения пока неизвестно. Но, скорее всего, конечно, цена не останется прежней, и к этому нужно быть готовыми. Сколько они будут делаться, тоже мы пока еще ничего не знаем. Но я думаю, если они пообещали, что уже с начала февраля это все вступит в силу, будет работать, то буквально на днях мы будем иметь конкретную информацию. Для того, чтобы ее не пропустить, подпишитесь на канал Сергей и Леся, поставьте мне лайк и напишите свой комментарий. До скорых встреч! Пока-пока!